МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последний четверг месяца традиционно прошел республиканский профсоюзный правовой прием. 29 октября отмечается 105-летний юбилей Коммунистического союза молодежи, крупнейшая молодежная организация в Советском Союзе. В канун праздничной даты в Барановичах прошло торжественное мероприятие. В Беларуси с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». В этот период сотрудники Барановического Гручес организовали рейд по жилым домам. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». 28 октября в Барановичах состоится городской субботник. Каждый барановичанин может присоединиться к марафону на благо нашего города, сделать его чистым и комфортным. Заработанные денежные средства, в том числе на рабочих местах, пойдут на благоустройство города и создание комфортной пляжной зоны на озере Светиловском. Организации, коллективы, которые поучаствуют в субботнике, перечисляют средства на расчетный счет горисполкома. Перечислить суммы необходимо до 28 ноября. В последний четверг месяца традиционно прошел республиканский профсоюзный правовой прием. Более сотни юристов консультировали граждан в организациях и на предприятиях во всех регионах страны. В Барановичах ответы на вопросы дал главный правовой инспектор труда Бреска областной организации профсоюза работников образования и науки Анатолий Петручек. Более сотни юристов Федерации профсоюзов Беларуси разъехались по регионам страны, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам непосредственно в организациях и на предприятиях. Юристы ФПБ бесплатно консультировали всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Барановичах встреча прошла в учебно-методическом габинете. Разъяснение давал правовой инспектора труда Бреска областной организации Беларусского профсоюза работников образования и науки Анатолий Петручек. К нам сегодня обращались работники, связанные с сферой педагогической деятельности. Это были и руководители, заместители и педагогические работники. В части вопроса, связанные было с применением скандинга в труде, в части нормирования рабочего времени. Последний вопрос, который будировал более бурное обсуждение, это работа сторожей и порядок работы их в ночное время с их оплатой. То есть был вопрос спорный о порядке применения статьи 70 Кодекса о труде в части оплаты работы сторожа в ночное время. За консультацией к правовому инспектору обратилась заведующей детским садом номер 14 Ольга Лугина. В новой должности женщина трудится с сентября 2023 года. В этой связи у нее накопилось немало вопросов. Касались они введения документации. Встречи такого уровня полезны, эффективны и ежегодно это как минимум нужно проводить, потому что нормативная база постоянно изменяется и требует знакомства со всеми сотрудниками образования. При необходимости для решения вопросов привлекаются работники прокуратуры. Органами прокуратуры совместно с Федерацией профсоюзов на постоянной основе проводятся выездные правовые приемы граждан по трудовым вопросам. На данных приемах также осуществляются консультации по различным вопросам жизнедеятельности граждан с целью их правового просвещения в отношении волнующих их спорных ситуаций по применению норм законодательства. В текущем году уже проведено шесть таких совместных правовых приемов, на которых консультации по интересующим вопросам получили 44 лица. Всего более ста человек обратились на профсоюзный правовой прием, который традиционно прошел в последний четверг месяца на Брещене. Отмечу, при необходимости профсоюзные юристы не только консультируют, но и помогают составить процессуальные документы, а также подготовить обращение в соответствующие службы и государственные органы. Задать вопрос профсоюзному юристу можно по телефону или оставив письменное или электронное обращение через специальный сервис на интернет-портале ФПБ. Получить правовую консультацию можно и в правкоме своего предприятия. В Барановическом государственном университете с сегодняшнего дня можно зарегистрироваться на репетиционное тестирование. Заполнение анкеты участника прекращается в 10 утра пятницы накануне дня проведения тестирования. Для регистрации и прохождения испытания нужно иметь документ, удостоверяющий личность. По вопросам участия в РТ и ЦТ можно обратиться в телефонную справочную службу абитуриент подготовительного отделения Института повышения квалификации и переподготовки Баргу. 64, 36, 37, а также 64, 35, 33. 29 октября отмечается 105-летний юбилей Коммунистического союза молодежи, крупнейшей молодежной организации в Советском Союзе. В канун праздничной даты в Барановичах прошло торжественное мероприятие. Теплая атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе горесполкома. Старые снимки, плакаты, удостоверения, значки встречали участников мероприятия. Первые союзы рабочей молодежи на территории Беларуси возникли летом 1917 года в Минске и Витебске. Представители из Беларуси присутствовали на Первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года, на котором был образован Российский коммунистический союз молодежи. После съезда начался активный рост рядов союзов Беларуси. История ВЛКСМ неразрывно связана с историей СССР и БССР. Белорусские комсомольцы были активными участниками партизанского движения и послевоенного восстановления народного хозяйства республики. Сегодня продолжатели добрых традиций комсомольцев, октябрята, пионеры, члены Белорусского республиканского союза молодежи. В Барановичах участников праздничного мероприятия приветствовал мэр Михаил Баценко. Комсомолу в этом году исполняется 105 лет. Это не просто вековой юбилей молодежной организации. Это школа жизни, кузница кадров. Это неповторимое время, которое соединило судьбу многих людей. Поздравляю всех, кто молод душой, кто живет и работает на благо людей. С праздником вас, дорогие комсомольцы! В зале присутствовали лидеры комсомола, которые возглавляли молодежные организации в нашем городе в разный период времени. Николай Назаренко в 60-е годы занимал должность второго секретаря Барановичского городского комитета комсомола. Я считаю, что 29 октября 1918 года, дата рождения всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, она воплотила в себя молодежные сердца и стала большим энтузиазмом для строительства социализма в нашей стране. Сегодня я хочу от всей души поздравить комсомольцев 60-х, которые в Барановичах воплотили свой энтузиазм в строительстве лапчатобумажного объединения, завода автоматических линий, завода строительного. Бывших комсомольцев не бывает. Такое мнение высказал Сергей Пятигоров, заместитель начальника ЖРЭ у города Барановича. Сергей Владимирович был в рядах комсомола и Белорусского республиканского союза молодежи. В свое время трудился первым секретарем Барановичского городского комитета БРСМ. Комсомол живет в сердцах молодежи. Ветераны комсомола принимают, насколько мне известно, самое активное участие где-то в встречах с молодежью, рассказывают про свой опыт, про свою историю. Сегодня мы в свидетельстве того, что здесь тоже выставка, какие-то старые фотографии. То есть мы видим, интересно посмотреть, как мероприятие выглядело на фотографиях раньше, как это мы видим оно происходит сейчас. Поэтому мне кажется, что очень здорово. И вот допустим, сегодняшнее мероприятие юбилея собрало очень много ветеранов комсомола и молодежи. Это очень здорово, это преемственность поколений, это традиции, это сохранение, примножение всего того хорошего, что было раньше и что создается сейчас. С 2019 года городскую молодежную организацию возглавляет Анна Запрунская. Лидер первички, пример для многих девушек и парней. Она организатор различных городских проектов и танцевальных вечеров. Мы действительно познакомились с большим количеством комсомольцев. И я надеюсь, что это станет началом нашей большой дружбы. И конечно же я хочу выразить вам слова благодарности за то, что всегда идете нам навстречу. Всегда готовы пообщаться с молодежью и передать свой опыт. И я надеюсь, что Белорусский Республиканский Союз молодежи. Точнее, мы сделаем все, чтобы сохранить те ценности, которые были заложены в такой сильнейшей организации. С праздником, дорогие наши комсомольцы! В праздничной обстановке с пионерским галстуком попрощали семь мальчишек и девчонок. Взамен им вручили членские билеты БРСМ. В Баранычах за содействием в трудоустройстве за январь-сентябрь 2023 года в Управление по труду занятости социальной защиты Гурисполкома обратилось 1932 гражданина. Более чем полуторам тысячам из них специалисты помогли найти работу. На 1 октября в нашем городе насчитывалось 2815 свободных мест, в том числе 2128 по рабочим специальностям. Также 15 барановичанинам была выдана финансовая поддержка в виде субсидий на организацию предпринимательской деятельности. В Беларуси с 16 октября по 1 ноября проходит пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». В этот период сотрудники Барановического ГРУЧС организовали рейд по жилым домам. В центре внимания – готовность граждан к отопительному сезону. Какие нарушения обнаружила рейдовая группа, узнаем в следующем материале выпуска. Барановический ГРУЧС продолжает работу в жилом секторе, направленную на снижение количества пожаров. В рамках республиканской акции «За безопасность вместе» спасатели проверяют домовладение социально уязвимой категории граждан. Перед глазами рейдовой группы печальное зрелище – обуглившиеся дома, пепельницы у кровати, отсутствие автономного пожарного извещателя, одежда на печи. «Работники Министерства по чрезвычайным ситуациям, территориального центра социального обслуживания населения, работники ЖЭСов, а также другие субъекты профилактики посещают домовладение граждан. Категории граждан, которым уделяется пристальное внимание – одинокие, одиноко проживающие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении. Печное, газовое, электрическое отопительное оборудование, как и состояние проводки, наличие автономных пожарных извещателей на особом контроле. Мы проверяем, насколько условия проживания соответствуют требованиям безопасности. Все выявленные нарушения вносим в учетные формы, а жильцам даем рекомендации по снижению риска возникновения и последствий от них. Специалисты проверили, в исправном ли состоянии печи, напомнили хозяевам об их правильной эксплуатации, мерах пожарной безопасности в быту, проверили наличие и работоспособность АПИ. Особое внимание обратили на состояние отопительных приборов и электрооборудования. В период проведения акции любой желающий может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища. Приглашаем всех граждан принять участие в акции. Прежде всего, сам хозяин может оценить, насколько безопасные условия созданы у него в домовладении. А в качестве консультативной помощи мы предлагаем жителям Барановического региона, города и района обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилья. За истекший период 2023 года на территории Барановического региона зарегистрировано 69 пожаров. Спасатели напоминают – осторожно обращайтесь с открытым огнем. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Следите за исправностью печей. Держите малолетних детей в шаговой доступности. Телефоны служб спасения – 101 или 112. Минздравам внесены изменения в перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части порядка вакцинации против инфекции COVID-19. Поправки коснулись сроков проведения процедуры и категории лиц, которым прививка положена в первую очередь. Во всех учреждениях здравоохранения региона имеется в достаточном количестве вакцины – ГАМ-КОВИДВАК, спутник ЛАЙТ, ВЕРАСЭЛ. Компания длится традиционно в сентябре-декабре и охватывает детей в возрасте от 5 до 17 лет с хроническими заболеваниями, с иммуносупрессией, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, белорусов старше 18 лет с хроническими недугами, также людей от 60 лет. Введение инъекций показано тем, кто работает в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, медицинским и фармацевтическим работникам, а также беременным женщинам. Они откажут в процедуре и всем желающим пройти этап вакцинации. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова